Привет всем! Сегодня я заготавливаю вишню. Вот у меня ведро и вот такая чашка вишни. Эту я уже помыла. Я буду с нее закрывать компот и часть заморожу. Пока у меня греется вода на компот в кастрюле, я вот эту чашку сейчас заморожу. Я хочу заморозить как целиком с косточками, так и без косточек. Например, зимой можно будет с них сделать пирог или вареники с вишней. Итак, я подготовила вишню для заморозки. У меня получилось два пакета. Это с косточками. Вот я подписала. И две вот такие баночки без косточек. косточки я доставала из вишни при помощи вот такой шпильки для волос. Сейчас все это сложу в морозилку и примусь закрывать компот из этой вишни. То, что останется, я также заморожу. Вот я залила вишню кипятком. Сейчас она остынет. Солью. Еще раз прокипячу. Потом в банке засыплю сахар, залью снова кипятком и буду закатывать. Вот я слила две первые банки. Поставила воду кипятиться и засыпала сюда уже сахар. Сейчас вода закипит. Буду заливать кипятком и закатывать. Сахара я насыпала вот по такой кружке. В каждую банку. На трехлитровой банке буду сыпать по две кружки сахара. Сейчас покажу, какие компоты у меня получились. Я их накрыла здесь. Вот у меня получилось пять баночек. Две двухлитровые, три трехлитровые и такая бутылка еще. Я их тепло укутала и оставлю их до полного остывания. И теперь покажу свою заморозку. У меня получился целый ящик. Здесь вот несколько пакетов вишни с косточками. Это получается пять пакетов. Потом четыре вот такие баночки вишни без косточек. Еще я им не показывала, не стала снимать отдельно видео. Черную смородину заморозила еще. Получилось вот две такие баночки и две вот такие поменьше. Сейчас покажу. вот такая черная смородина. И получился у меня целый ящик смородины и вишни. Смотрите мои следующие видео о домашних заготовках. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok